здравствуйте дорогие студенты я очень рад что с вами снова вместе я рад что вы внимательно выполняете все задания мы переходим ко второму вопросу темы 3 экономические блага как объекты экономики что же за благо получит каждый из нас во первых я хочу напомнить что в нашем электронном курсе теме 3 вы можете просмотреть текст этого учебника самостоятельно из электронной библиотечной системы и кроме того вы получите презентацию на основе этой видео лекции который учебники нет и так приступаем к рассмотрению нашего вопроса экономические блага как объекты экономики так вот объектами хозяйственного развития являются экономические блага все что мы делаем все что мы создаем благом называют средство которое прямо или косвенно удовлетворяет потребность человека и великое множество благ условно делят на две большие группы первое благо которое является результатом хозяйственной деятельности людей и благо созданное природой леса воздух и так далее вот сейчас мы увидим благо созданное природой и вот первую группу называют экономическими благами продукты созданные трудом человека экономические блага как мы видим полезны если они не полезны то они не являются никаким благом они всегда ограничены редки если их бесконечное количество то это уже не объект экономики и ресурсоемки всегда что-то требует полезность благо это очень важно состоит в том что с его помощью удовлетворяются потребности людей в одежде пищи в жилье услугах учителя врача и так далее если потребности нет то и полезности нет редкость означает что благо производится в относительно ограниченном количестве почему возникает эта ограниченность понятно силу естественных причин например редкость драгоценных металлов или ограниченность общественных условий например ограничение охоты или рыбной ловли хотя при этом наши потребности как можно хорошо знаем безграничны Боя ресурсоемкость указывает на факт использования факторов производства, которые мы уже рассмотрели во второй теме. В зависимости от удельного веса тех или иных затрат продукцию принято делить на трудоемкую, капиталоемкую и материалы. Ну и благо созданные природой, еще называют свободными. Это дар, поэтому они даровые, это леса, вода, воздух и так далее. То, что получается даром. Они не требуют человеческого труда и средств, которые используются в процессе производства. Хотя я могу сказать, что мы затрачиваем все больше ресурсов на сохранение природы. Идем дальше. Классификация экономических благ на этом не заканчивается. Сейчас вы поймете, почему есть понятие поток и запас и что такое внутреннее благо. Дело в том, классификация экономических благ по вещественному содержанию делится на материальные, а это продукты питания, одежда, жилье, мебель и так далее. При этом еще делится материальные блага по сроку использования, как длительное использование, разовое или кратковременное использование. И еще есть вторая группа. Благ не вещественные, не материальные. К ним относятся услуги, например, услуги в сфере туризма, адвокатские услуги. Еще есть понятие условия, например, здоровье, способности человека, его деловые качества, мастерство. Так вот, когда мы говорим про материальные потоки, нам необходимо формировать запасы. И процесс формирования запасов выделяет понятие поток. Поток материальных благ формирует запас. И очень важно, что внутреннее благо, такие как способности, деловые качества, мастерство, вот то, что мы сейчас с вами делаем, оно тоже предназначено для предоставления услуг другим людям. Замечательно. Необходимо выделить виды услуг. Такие как коммуникационные, это транспорт, связь, информация, обработка информации, распределительные виды услуг. Они помогают в экономике, такие как торговля, сбыт, складское хозяйство. Это очень важное направление. Деловые услуги. Это финансовые, страховые, аудит, лизинг, маркетинг, юридические услуги. Это консалтинговые, это деловые услуги. Общественные услуги. Это услуги органов государственной власти. И, наконец, группа услуг социальные, такие как образование, здравоохранение, искусство, культура, социальное обеспечение, защита по старости и так далее. Замечательно. Так вот, по назначению экономические блага делятся на потребительские и производственные. Это очень важно. Первые служат непосредственно удовлетворению потребностей людей, например, хлеб, одежда. А вторые используются для производства других благ. Опосредованные, такие как станки, сырье. Это очень важно с точки зрения экономической стабильности, так как производство продуктов разного пользования связано с равномерным спросом. А производство продукции длительного пользования менее стабильно. Потребность в ней изменчива. И потребительские блага окончательно покидают процесс, поступают в личное потребление населения. Вот сейчас мы рассмотрим таблицу из учебника. Структура потребительских расходов домашних хозяйств. Единичка, это ссылка на сайт гошкомстата. И здесь данные немножко устаревшие в учебнике. Тем не менее, давайте их рассмотрим. А на сайте гошкомстата мы посмотрим более точные результаты. Так вот, расходы на покупку продуктов для домашнего питания, как мы видим, постепенно падали за эти годы. Расходы на питание, соответственно, росли. Постепенно росли. Кстати, можно здесь особо выдавить темпы роста и прироста. Расходы на покупку алкогольных напитков в процентах, это все в процентах, уменьшались. Это не значит, что кто-то стал больше или меньше пить. Возможно, это было связано с ростом доходов. А процентная часть расходов вот такова. Расходы на покупку непродовольственных товаров. На самом деле, здесь сложно оценить. Мы видим, как в седьмом-восьмом году они резко возрастали. Тем не менее, мы видим загадку. Красный или зеленый треугольник вам необходимо разгадать, правильно он тут нарисован или нет. И расходы на оплату услуг. Видим, как они росли. То есть, сфера услуг все больше подрастает. Так вот, в зависимости, продолжая классификацию, от характера потребления, все экономические блага делятся на такие группы, как частное благо, предоставляется потребителям с учетом их индивидуального спроса. Это благо можно делить. Может быть потреблена только одним человеком. Это продукты питания, одежда, дом и так далее. И они все принадлежат индивиду на правах частной собственности. Их можно наследовать, обменивать, дарить. А общественные коллективные блага не находятся в частной собственности. Производятся для совместного потребления. Это услуги госадминистрации, здравоохранения, просвещения. Это дороги, мосты, общественный транспорт и так далее. Также выделяют взаимозаменяемые и взаимодополняемые блага. Вот это для вас, возможно, новинка. Взаимозаменяемые называют еще субститутами. Замена. Это благо, которое удовлетворяет одну и ту же потребность и могут замещать друг друга в процессе потребления. Например, белый или черный хлеб, мясо или рыба взаимозаменяют. Взаимодополняемые блага или комплимент, усиление, дополнение. Так вот, они дополняют друг друга в процессе потребления. Простейший пример. Штол и стул. При этом все блага делятся на нормальные. Интересно, есть ли они нормальные? На самом деле они еще называют низшие. Нормальные и низшие. Так вот, к нормальным благам относятся те, потребление которых увеличивается с ростом благосостояния дохода. Понятно. А вот низшие блага, у них все наоборот, противоположная закономерность. То есть, по мере роста доходов, их потребление уменьшается. Так вот, при уменьшении дохода, классический пример, это картофель и хлеб. Пожалуйста, разберите самостоятельно, почему эти два блага, два продукта относятся к низшим благам. Просмотрите эту лекцию и приступите к выполнению практического задания. Спасибо за внимание.